Прибавьте там, ладно. Мы пришли сюда, чтобы возвестить людям творению Божию, что они отступили далеко от Бога, что здесь творится. И вообще не знают о любви Божией, что Иисус Христос за грехи людей умер, распятый, воскрес, и зовёт всех к покаянию, чтобы жить для Бога свято, чисто. Есть рай, и есть ад. Всё тут понятно. Кто будет веровать в креститься, спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет. Это написано в Евангелии от Марка, 16 глава. Какого возраста можно крестить детей? Нужно, можно крестить детей? Нужно или можно? Вот вопрос какой. Можно сейчас за деньги всё делать, опять пьют. Вы пьёте-то все здесь. Это не случайно, я потом объясню вам. Дело в том, что если сами как попало верят, нет истинного пробуждения, рождения свыше, то рождение, это крещение детей ничего не даёт, тем более там за деньги и ладошкой его не крестят, а мощат. Это обман. Надо, чтобы троекратное, полное под водой было, и без даром, даром получили, даром давайте. Тут надо просто до конца докопать. Вот мы общину создали, православную. У нас с тарелкой не ходят, ни за что деньги не берут. Десятину включили, и всё встало на место. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Пять качеств. Ехать никуда не надо. Сначала с материалами ознакомьтесь. В скайпе, знаете такой скайп? Зарядите два слова. Игнатий Лапкин, запишите, это я. Игнатий Лапкин. И вы на меня сразу выйдете. Вы записываете? Игнатий Лапкин. Лапкин. Вы напечатайте, я увижу как. Слово Лапа уменьшительно. Лапкин. Ага. Так, и у нас есть большой Ютуб-канал. Канал в Ютубе. «Восвяти Библии» называется. «Восвяти Библии». Так, минутку, подождите, подождите. Скажите, пожалуйста, а вы уже знаете об общинах наших? Встречались здесь? Да. Нет? А как он, Игнатий Лапкин сам сказал, что у нас община есть, да? Вы про общину задали образ. Да. Просто у нас на канале там как раз много чего увидите. Там у нас в основном все снимается, как у нас бракосочетание идет, как деревни православные, то есть как работаем, как занятия, как молитва в храме. Ну, то есть там много чего. Беседы по скайпу есть с людьми, с разными. Мусульманами, там, 50-никами, протестантами, просто с людьми верующими. Да, но ты на нашем Ютубе понимаешь? То есть вам будет очень поучительно посмотреть. А если вера не православная, а мусульмане? Вот мы с мусульманами тоже беседуем. Да? Конечно. Ну да, ну все тогда, с Богом. А веру детям выбирать? С Богом. Как? Православные или мусульмане? Так, что? Он говорит, дети как выбирают веру? Православные или мусульмане? Никак не выбирают. А дети не выбирают, с родителями идут. А когда вырастет, он тогда посмотрит, может и поменять ее. Значит, вера меняется. Ну, это ребенок, он не брал ничего. Это люди так делают. По-настоящему верующие, тогда крестят. А если, как попало, зачем крестить? Лишь же выпивку лишнюю сотворить. Вот вы, я вам сказал. Если запишите во свете Библии, Игнатий Лапкин, вы войдете на наш Ютуб-канал. Это огромный ресурс. У меня 18 с половиной тысяч роликов наших. Мы снимаем все у нас, где мы бываем, как воспитываем детей, как миссионерская поездка была, деревню строим, как море, все у нас все снимается. Потому что люди и всего извлекают пользу. У нас народ трезвый, в рот ничего не берут. У нас категорически это запрещено. Никто не курит. Ни одного аборта, ни одного развода. Вопросы есть какие? Какое-то. Ну вот вы выйдете в скайпе. Но только в скайп будете выходить, Игнатий Лапкин зарядите. Вы будете абсолютно трезвы. Дней пять в рот не берите ничего. А то у вас какой-то взгляд такой воспаленный. Все пока, я отошел. Почему? Ну все, с Богом пока. Яться не надо. Написано, горе смеющимся ныне. Мы пришли возвестить великую радость, Что за наши грехи Христос умер, воскрес. Слава Иисусу Христу за все годы. Аминь. Если вы курите, вы до моих лет не доживете никогда. А сколько вам лет? Восемьдесят первый. Дай Бог. А вот вы хотите, если о духовном поговорить, О вечности, о душе, папироску бросьте. Нам не положено говорить, когда люди отравляют себя. Давай, жизнь и вечность. Ты согласен, нет? Мы пришли сюда, вот пить будете, все пьют. Пытаются залить блудный огонь и гиенский. Только не ругайтесь. Вот мы пришли возвестить истину. Подожди. Смотри. Подожди. Жизнь и вечность. Ты согласен? Жизнь и вечность. Жизнь и заканчивается этой жизнью. За гробом другая жизнь вечная. И она будет или в раю, или в аду. Да. Да. Да, ты прав. Ты прав. Это написано... Об этом написано у нас в Библии. И об этом написано вот в этой книге одинаково. Считай. В Коране тоже написано. Да, тоже написано. Чтобы люди жили по-божески. Не как свиньи и звери. Мы пришли сюда с великой миссией. Что здесь написано? Мы свидетельствуем, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Взял грехи мира на себя. Чтоб жили люди для Бога. Если есть вопросы, вы можете задать о душе, о вечности, о будущем мире. Что будет? Библия все это открывает. Что будет дальше? Дальше будет то, что вот сейчас видите в рулетке. Сплошной разбрат. И Господь это все огнем выжжет. А это второе пришествие? А вот это второе пришествие будет то, что отменены будут всякие деньги. Защипированные люди будут. Границы исчезнут. Будет одно государство на земной планете. А столица мира Иерусалим будет. Столица Иерусалима. С Путина что будет? С Путина что будет? Этот, который будет над всем миром Иудей, он будет царствовать 42 месяца. Три с половиной года. И тогда Христос придет. Будет последняя битва неналеко от Иерусалима. В каком лице придет? Что? В каком лице придет? Обличие. Ну какое обличие-то? Говорится оттуда по биографии его. 15 колена блуда. Из колена данного. Еврейская нация разбивается на 12 колен, как областей. Известно откуда он придет. Колено данного. Так что мы все видим сегодня, что исполняется. Какие люди? Дети будут непослушные. Вот в России за время перестройки произведено 120 миллионов абортов. Это государство в жеребе женщины и в вагине потонуло. Миллионов. Каждый день 20 тысяч абортов. Что не видеть-то? А ты из высоты? 31 тысяча селений исчезли. Поселения. Мы взяли, получили на землю статус и отдельно восстанавливаем православную деревню. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас нет ни одного аборта, ни одного развода. А разводов в стране 86 процентов в первые три года. Жизни-то никакой у людей нету без Бога. Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Вот если вы хотите, зайдите на наш Ютуб-канал. У меня в Ютубе есть канал. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Сейчас, да, подождите. Ну, у нас, как сказать, немного подписчиков. Сколько там показывают? 44 тысячи. А просмотров 44 миллиона. Вы понимаете, что такого канала нету во всем интернете? Сейчас я публикую ответы, которые я давал студентам. Я вел занятия в пяти университетах. Три радиопрограммы регулярно. Вы можете, если потребую себя вам, в скайпе, Игнатий Лапкин. Я сразу на вас выйду. Мы можем дать вам сайт. На сайт, если зайдете, там 43 книги мои, которые вышли. Как мы решили подарить библиотекам мира. Из Барнаула проехали до Владивостока. Потом до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север Турцию. 650 городов прошли. И сделали подарок в библиотеке по 38 томов. На 35 миллионов рублей подарили. Вы пишете книги, да? Да. Это мы все бесплатно делаем. Вот я начальник детского лагеря, сам основал лагерь. И начальник лагеря 45 лет. И плюс еще три года в ином формате. Это бесплатно. Тысячи детей подняли. А мы, Виктор, проводим в Ютуб. Ну, вы сейчас зашли? Нашли? А теперь там написано, где дальше видео. Видео нажмете, и вы пойдете на первую страницу. Если у вас будет желание встретиться, потому что у нас форум, сайт, мейл, ру. Это огромное-огромное. Там 50 книг, только моим голосом насчитанное на сайте. Вам будет полезно. Вопросов я отвечаю студентам на 4124 вопроса. 55 папок. Что по этому вопросу говорит Библия? Что говорят святые отцы? Это 300 томов надо было развернуть. Что говорят каноны церкви? 719 правил. И жития святых? 1173 биографии. И мировая поэзия? 20 тысяч правилов. 300 поэтов. Иван Тихонович, а можно один вопрос? Давайте, конечно. Почему были всегда гонения на евреях? Почему что? Почему всегда были гонения на евреях? Что-то я не могу понять совсем. Потихоньку. Почему всегда? Почему всегда были гонения на евреях? На евреях-то? Знаете что? Вот вы, ребята, молодые. Вы слушайте внимательно. Я сейчас два слова вам дам. А вы поймете. Потом дальше ответ будет. Благословение и проклятие. С чем разница? Ну, благословить это даровать что-то, а проклятие... Ну, проще сказать, как говорит Маяковский. Что такое хорошо, что такое плохо. Значит, это у тебя нормальная жена, не изменяй. Дети растут. Ну, тут это благословение. Поехал, аварии нет. А проклятие, у тебя все кверх ногами, все горит. Так вот, что хочешь ты, чтобы быть благословенным, чтобы родители у тебя были, нормальные дети, два столба стоят. А между ними остальное все. Первое. Никогда не хури народ Божий евреев. Они богоизбранные. Бог избрал их. А в мире 2896 наций разных. Евреи – единственный народ, который богоизбранный называется. От них Христос, а мы уже вошли в их веру. Благословение. И последнее. Последнее благословение. Пророк Малахи говорит. Плати десятую часть, которую Богосподь дает. Она тебе не принадлежит. Ты сто рублей заработал. А на самом деле девяносто. Десятку Бог тебе положил, чтобы ты своей рукой отдал нуждающимся в церковь. И вот между этими теперь все остальные благословения. Никогда, нигде не присоединяйся к тем, которые хулят народ Божий. А почему против евреев? Да по-другому не может быть. Вот смотрите, даже возьмем Сталин гнал их. Сталин. Гитлер их гнал. Окончательное решение еврейского вопроса. Где Сталин Гитлер? А евреи набрали какую силу? Все банки их. Средства массовой информации, юриспруденция. Все у них. А почему так должно быть? Перед концом мира они восстановят. Со столицей мира будет одно государство на всем мире. И в Иерусалиме. И будет один еврей над всем миром. Его имя уже известно. И будет царствовать 42 месяца. И тогда придет Христос. Вот так дела будут. Вы запомните два слова Игнатия Лапкина в скайпе. Вы меня выйдете. Я вам там скину материалы. Материалов равных им в интернете нету. Богатые, богатые. Всем пока дальше. Всего доброго. Всего вам хорошего, хлопцы. Берегите себя. Не пейте, не курите. Какие молодцы вы. Смотри. С Богом. Да благословит вас Господь. Молодцы ребята.